ДИКОЙ ОХОТЫ ДИКОЙ ОХОТЫ И вовсе не потому, что страшно, а потому, что скучно. World of Warplanes обновилась до версии 1.8. Подчезвения сократились с трех человек до двух, повысилась отзывчивость управления и появилась специальная акция летной наборы. Blade & Soul не позднее нынешней зимы наконец-то доберется до Европы и США. Самая сексуальная ММО станет еще ближе, хотя перевод на великий и могучий пока, к сожалению, никто не обещал. Это и многое другое далее по курсу. В начале мая американский издатель Terra, компания NMASSE, разместил игру в Steam, и та немедленно обогнала по популярности там все прочие ММО. Всего же по миру уже более 20 миллионов человек стали ее пользователями. Весьма внушительный показатель. Русская версия тоже вносит свою лепту в глобальные успехи Terra, и скоро лепта станет еще внушительной, потому что на русскоязычные сервера пришло первое глобальное обновление. Главной его фишкой стало открытие до сих пор неизведанного материка Северный Арун. Сейконтинент велик и полон загадок. Дикие джунгли и руины древних империй таят бесценные сокровища, вот только к сокровищам прилагается злобная флора, фауна и еще более ужасные монстры. Хотя для великих героев все это вряд ли окажется серьезной проблемой. Монстры будут уничтожены, а сокровища разграблены и потрачены на даже не знаем на что. Очень уж большой выбор в игре, куда их потратить, и каждому придется делать его самостоятельно. Хотя были бы сокровища, а промотать их никакая не проблема. Новый континент принес новый опыт, поэтому потолок уровней поднялся до 65-го. Каждый класс в результате получил приличный набор новых способностей и стал еще более классным. А испытать данные способности на практике можно в одном из четырех новых подземелий. Алчином ущелье, рассчитанном на группу из трех бойцов, арсенале Сабекс, мясницких катакомбах и глубинном храме, рассчитанных на команды Пятерки. Также дополнение ознаменовалось окончательной и бесповоротной победой над монстрами Нексуса. Те из них, которые осмелились сунуться в мир Арбореи, были полностью вырезаны, а остальные не стали рисковать, закрыли все разломы и забыли дорогу к негостеприимным аборигенам. Чтобы ветераны войны с Нексусом не заскучали, для них открыли новую арену Колизей. Причем на ней можно испытать себя не только в ПВП, но и в ПВЕ. Данный режим представляет собой параллельное истребление двумя группами по три игрока ботов на скорость. Кто быстрее уничтожит, тот и победит. Из прочих изменений можно отметить улучшение системы зачарования и появление системы слияния кристаллов. Последнее позволяет не только освободить место в инвентаре и хранилище, но и создавать новые кристаллы, которые дают более одного эффекта и к тому же никогда не разрушаются. Обновление — важнейшая вещь в жизни Тера, но она живет не только ими. Например, прямо сейчас в игре проходит второй этап конкурса «Мисс Тера». На первый этап подали заявки более 150 участниц, и все они были поощрены недельным вип-статусом. Но конкурсу, увы, не бывает без победителей и проигравших, и на втором этапе количество соискательниц сократилось до 50. Когда же мероприятие рано или поздно закончится, победительницы наверняка получат в числе прочих призов какие-нибудь обновки из игрового магазина. Купальники, пиратские костюмы и все такое. Впрочем, и то, и другое, и много чего еще там себе может приобрести любой желающий. Русская версия многими с нетерпением ожидаемая Black Desert Online дожила до принципиального момента — первого этапа закрытого бета-тестирования. Продолжительность этапа, увы, не очень продолжительная — всего-то 4 дня, с 28 по 31 мая включительно. Но говорят, что Москва тоже не сразу строилась. И вообще, главное — начать, а потом уже не остановишь. Поскольку тестирование закрытое, то и допустили в него не всех, а немногих избранных. Попали же в их число те, кто вовремя подсуетился. Хотя немного удачи им не помешало. Отсюда мораль — хочешь стать счастливчиком, своевременно подавай заявку, а затем молись богам отечественного рандома. А вось помогут. Что касается параметров тестирования, то они оказались не без ограничений. Во-первых, уровень персонажей нельзя поднять выше 30-го. Во-вторых, доступны только локации Боленос и Сирендия. А в-третьих, никаких захватов земель и замков. Поскольку этап первый, то несложно догадаться, что дальше последуют второй, третий и остальные, сколько потребуется. Продолжительность этапов будет напрямую зависеть от количества тестируемого контента. И локализаторы из GameNet еще раз повторяют, что записаться на тестирование до сих пор не поздно. Сделать это можно на сайте проекта. А затем там же рекомендуется следить за объявлениями о последующих тестах. Постапокалипсис — это круто. А постапокалипсис на машинах — еще круче. Кто-то может с данным утверждением не согласиться, однако популярность нового голливудского «Безумного Макса» очень прозрачно намекает на то, что какая-то правда в данной мысли присутствует. И можно только догадываться, как в этой связи чувствует себя народ из екатеринбургской студии Targem Games, выпустившей игру на тему автомобильного постапокалипсиса еще с десяток лет назад. Мы, разумеется, имеем в виду экс-машину, которая тогда завоевала приличное количество поклонников. Правда, в России покорить мир по разным причинам не вышло. Экс-машина была милой, но оффлайновой, а потому рассчитывать на ее продолжение не приходится. Отечественные разработчики нынче сильно не любят разоряться на одиночке. Другое дело онлайн, особенно массивные. Ради него инвесторы готовы раскошелиться. Поэтому неудивительно, что Targem решила повторить или даже развить свой давний успех путем превращения его в ММО. В результате на днях была анонсирована игра Crossout, где должно быть многое из того, что радовало поклонников экс-машина и еще кое-что сверх. Например, ПВП против таких же безбашенных автомобилистов. Прежде, правда, автомобиль предстоит собрать, для чего каждому пользователю дадут личный гараж и возможность добыть, а затем пустить в ход тысячи самых различных комплектующих. Обещаны кучи разнообразных шасси, груда оружия от пилы, дрелей до пулеметов и систем залпового огня, броня и вспомогательные модули вроде генераторов невидимости. Собранные из всего этого тачки можно будет лично покатить в бой, а можно будет продать другим игрокам на специальном аукционе. Увы, ролики с геймплеем пока отсутствуют, поэтому остается смотреть на скриншоты и гадать, что нас ждет. Разработчики уже принимают заявки на участие в тестировании, а помогают им с разработкой и прочими делами земляки из Гайдзин Энтертеймент. NCSoft продолжает не словом, а делом доказывать, что на рынке ММО она не самый последний игрок. Издательство опубликовало отчет о своих финансовых делах в первом квартале текущего года, из которого яствует, что с финансовыми делами у корейцев все совсем неплохо. Хотя можно было бы и лучше. Чистая прибыль, например, составила 33 миллиона долларов, что совсем чуть-чуть, но меньше, чем было год назад. И более чем в два раза меньше, чем было в третьем квартале прошлого года. Впрочем, начало года у NCSoft традиционно выходит хуже, чем продолжение и окончание. Региональный расклад в доходах NCSoft тоже вполне традиционный. Корейский рынок стабильно приносит две трети чистого заработка. То есть большинство резервов роста лежит за корейскими рубежами, но компании их пока не очень-то используют. Наконец, самая интересная статистика связана с вкладом в благосостояние корпораций отдельных игр. Здесь можно отметить совсем слабое выступление Wildstar. Игра принесла всего 2 миллиона 400 тысяч долларов. Это, конечно, все равно прибыль, а не убыток, но уж очень маленькая. Наверное, поэтому слух о переводе Wildstar на фри-то-плей стал не слухом, а фактом. Упоминания об игре нашли в базах Steam, а затем некий анонимный сотрудник NCSoft вылез на Reddit и разъяснил, что новая бизнес-модель будет введена в августе, и напомнит она классическую систему Freemium. То есть бесплатно для всех и подписка для тех, кто хочет бонусов. Хорошо, что Wildstar в портфолио NCSoft одна такая проблемная, а все остальные ведут себя как послушные хорошистки или даже отличницы. Вне конкуренции снова Lineage 1, заработавшая почти 61 миллион долларов чистой прибыли. Сексапилка Blade & Soul серьезно ей уступила, но все равно принесла 24 миллиона 600 тысяч. Хотя, если добавить китайские и японские роялти, то отставание кажется не таким значительным. Guild Wars 2 оказалась менее успешной, чем и та, и другая, но при этом прибавила в прибыли по сравнению с предыдущим кварталом. Почти 18,5 миллионов против почти 18. И это тем более примечательно, если учесть, что игра живет исключительно за счет реализации клиента. Можно предположить, что приток новых пользователей не прекращается. Поэтому, когда выйдет дополнение Heart of Thorns, заработки Guild Wars 2 могут серьезно подскочить. Что поможет по-настоящему пугать пользователей зомби-апокалипсиса. Ну уж точно не зомби, иначе кому бы тогда жанр был интересен. Босс Daybreak Games Джон Смедли уверяет, что игроки в H1Z1 больше всего боятся темноты. И это не намек на дошкольный возраст пользовательской базы проекта, а самая настоящая статистика. В H1Z1, позаведенной в онлайновых выживаниях традициях, присутствует смена дня и ночи. И как только вместо дневного света приходит ночная темень, многие пользователи немедленно логофаются. Смедли понятия не имеет, что является тому причиной. Лично ему ночь в игре нравится. Но и отмахнуться от цифры разработчики не могут. Поэтому в качестве эксперимента в H1Z1 появятся PvP-сервера, где вовсе не будет ночи. Это правда будут стандартные сервера, а не хардкорные. Любителям хардкора темнота, судя по всему, не помеха. Еще Смед пообещал сделать ночи другими. Потому что, судя по народным отзывам, ночь в игре плоха не тем, что слишком темна, а тем, что ничем от дня не отличается, кроме темноты. Вот если бы ночью происходило что-то уникальное и интересное, что давало бы игрокам дополнительный стимул ее ждать, тогда ситуация наверняка изменилась бы. В общем, остается ждать, что девелоперы придумают для ночного времени суток. Чтобы превратить его из врага пользователей в друга. В мае седьмую годовщину со дня рождения отпраздновала самая варварская ММО на свете Age of Conan, и по этому случаю разработчики решили преподнести пользователям роскошный, как сами они полагают, подарок. Парочку новых локаций и солидную линейку квестов для них. Локации связаны с донесениями разведки о серьезных силах ванирцев и асгардцев, накапливающихся на границах Кимерии. Судя по всему, ожидается вторжение, и король Аквелонии желает помочь своей исторической родине в борьбе с агрессорами. Сам он туда, разумеется, не отправится. Не дело монарха отвлекаться на такие пустяки. Но у него специально для подобных случаев в запасниках завалялась банда героев, которую, как вы понимаете, придется изображать игрокам. Банду ждет основная сюжетная линия, посвященная борьбе с одними варварами ради помощи другим, а также различные побочные задания. В качестве награды за успех персонажи, не достигшие максимального уровня, получат приличное количество экспы, а достигших ждет серьезное пополнение арсенала. Кроме того, абсолютно все новоявленные защитники Кимерии смогут обзавестись ездовыми медведями. Дела у авиации Wargaming пока идут похуже, чем у танковых войск. Если последние в своем наступлении на человечество давно уже прорвали фронт недоверия и косности и теперь наводят шороха в глубоком тылу, отбивая всякое желание играть во что-то еще, то самолетики пока только бомбят дальние подступы к полному и окончательному успеху. Однако в старании разработчикам World of Warplanes не откажешь. Они изо всех сил поддерживают игру, регулярно выпуская обновления. 12 мая свое место на серверах нашло обновление за номером 1.8, дополнившее и улучшившее текущий контент с геймплеем. В первую очередь за счет появления специальной акции «Летные наборы». Представляет она собой комплекс боевых задач, выполняя которые можно зарабатывать особую валюту – жетоны. Заработав же, обменивать ее на специальные призы. Недоступное в обычном магазине уникальное оборудование, не менее уникальные камуфляжи и эмблемы, не уникальные, но все равно приятные сердцу скидки на премиумную технику. Также за жетон можно купить новейшие премиумные самолеты восьмого уровня. Советские Лавочкин ЛА-11, немецкие Мастершмитт МЕ-109ТЛ и японские Митсубиси Джейвосимем Шусюй. Уж не знаем, чем они хороши, но даже просто для коллекции не помешают. Еще одним важным моментом обновления 1.8 стал нерф «Звеньев». Разработчики после многочисленных народных жалоб собрали статистику боев, проанализировали ее и пришли к выводу, что «Звенья из трех человек — это слишком круто». Ломают сволочи баланс и ничего с ними не поделать. Поэтому было решено поступить с негодями кардинально и сократить до двух человек. Любители полетать в организованных коллективах, конечно, расстроились, но против общественности не попрешь. Наконец, последним серьезным новшеством стало повышение отзывчивости управления за счет внедрения клиентского предсказания. Представляет оно собой симуляцию полета самолета не только сервером, но и клиентской частью. Как следствие, снижается влияние пинга на отзывчивость, что здорово помогает пилотам с плохой связью. По умолчанию данная опция отключена. Включить ее можно во вкладке «Настройки», «Далее игра» и «Повышение отзывчивости управления». Разумеется, патч оказался также полон всевозможных мелких улучшений и исправлений. Не знаем, кто больше ждет выхода международной версии Blade & Soul — любители ММО или любители помастурбировать на ММО. Но скоро и те, и другие своего дождутся. NCSoft объявила, что игра выйдет на европейские и американские рынки не позднее ближайшей зимы. Ну, наконец-то! О том, что самое сексуальное ММО рано или поздно удовлетворит запросы западной аудитории, корейские разработчики с издателями пообещали еще несколько лет назад. Но с той поры, как языки себе пооткусывали. За это время Blade & Soul покорила Китай и Японию, да и у себя на родине неплохо прижилась, зарабатывая NCSoft приличные деньги. Теперь же ожидания геймеров старого и нового света подходят к концу, хотя принесет ли это с бычь и мечет ожидаемую радость? Все же азиатские ММО не перестают оставаться азиатскими. Даже сексапильность нынче чисто азиатская фича, потому как в политкорректных странах западной демократии господствуют другие стандарты, согласно которым в женщине главное не физический облик, а богатый духовный мир. Впрочем, стоит отметить, что Blade & Soul и в смысле геймплей не самое худшее. Во всяком случае, ее боевая система весьма динамична и зрелищна, а это серьезная предпосылка для любви. Хотя отчего кривить душой? Поначалу в игру набегут в основном ценители роскошных женских форм, а геймплей будут распробовать позже. Что касается российских пользователей, то для них данная новость в праздник наполовину. С одной стороны, английский все же ближе и понятнее корейского, китайского или японского, но с другой, русский был бы еще желаннее. Вот только о нем пока никаких гугуб. Для многопользовательской игры Архич вышло большое обновление под названием Эра новых героев. Теперь можно выбрать командующих, переоборудовать дома и отправиться в еще одно ПВЕ-приключение вместе с усиленными боевыми питомцами. Активность отныне определяется по двум дополнительным параметрам – военным заслугам и лидерству. 20 героев, которые наберут этих очков больше всех, смогут побороться за одно из 10 мест в Малом Совете. Достойных высокого титула выберут сами пользователи. Став одним из избранных счастливцев, вы получите не только почетнейшие звания, но и уникальный плащ, который выделит вас среди других жителей мира Архенч. Если у вас не прелещают политические игрища, то в Эре новых героев есть и другие замечательные нововведения. Например, владельцы зданий отныне могут устроить у себя перепланировку и даже изменить внешний облик своего жилища. Кроме того, добавлено новое многоэтапное событие «Взгляд наблюдателя», а также доработанные несколько старых. Улучшены и боевые питомцы. Их максимальный уровень теперь достигает 55-го. Звери получили дополнительные бонусы, а игроки могут изготовить для любимцев особое снаряжение с нужными характеристиками. Так что, как видите, без помощи в странствиях по свежим заданиям вы не останетесь. На этом все, друзья. До встречи через две недели. Субтитры создавал DimaTorzok